Друзья, если мы хотим прокачать йогу смеха до уровня 2.0, нам нужны научные исследования. Я ранее говорил, что существует примерно 40-50 таких исследований. А когда начал их искать, то выяснилось, что их насчитывается больше сотни. Потом кто-то сказал мне, что на самом деле существует свыше 200 исследований йоги смеха. Возможно, вы тоже их искали. Я выделил лишь несколько из них, которые, на мой взгляд, особенно важны, поскольку на фоне пандемии коронавируса спрос на йогу смеха резко вырос. И наличие у нас этих исследований дают нам большое преимущество, чтобы показать людям, что то, о чем мы говорим, это очень серьезно и не повод для смеха. Итак, есть несколько исследований, которыми я хочу с вами поделиться. Правда, пока не определился, какой из них лучше. Так вот, мне пришла в голову идея о том, что все зависит от того, в какой отрасли вы представляете йогу смеха. Допустим, вы хотите зарабатывать деньги и корпоративный мир готов их вам дать. У деловых людей много денег, при условии, что вы взамен даете им нечто значимое, а именно опыт йоги смеха. Но полагаю, что бизнесмены очень логичны и хотели бы видеть доказательства того, что йога смеха действительно может сделать для делового мира. Ранее я уже говорил, что следующая пандемия, которая станет главной проблемой, ударит по психическому здоровью. Так что в скором будущем у йоги смеха будет довольно много работы в этой области. Итак, какие же исследования нам нужны, чтобы доказать, что йога смеха полезна для психического здоровья? Как я уже говорил, нас интересует в первую очередь депрессия и тревожность. Причем исследование последней, по моему мнению, представляет еще большую важность. Я всегда говорил, что депрессия и тревога — это близнецы-братья, ну или сестры, кому как нравится. Поэтому они всегда вместе. Я нашел много, около 20 различных исследований, и перед этим выступлением был в некотором замешательстве, какое же из них вам дать. Пока что я выбрал несколько из них, но продолжу работать над остальными, поскольку упростить исследовательские работы — это дело довольно непростое. Еще одна область, где йога смеха крайне необходима, это пожилые люди. В ближайшие 30 лет число пожилых во всем мире удвоится, потому что ожидаемая продолжительность жизни растет, а качество жизни пожилых людей, к сожалению, оставляет желать лучшего. И многим, кто выходит на пенсию, становится просто нечего делать. Они испытывают стресс, им становится одиноко, они впадают в депрессию, потом начинают употреблять алкоголь, увлекаться азартными играми и так далее. У них есть деньги, которые они откладывали на всю оставшуюся жизнь, и многие просто просаживают их впустую, после чего, разумеется, впадают в депрессию. Старость — не радость, это действительно так. Качество жизни у многих заметно падает. Итак, я понял, что многие исследования, особенно по депрессии и тревоге, очень важны. Я выбрал несколько из них, и сейчас покажу вам основные тезисы. Полные результаты исследования я потом вышлю всем в виде отдельного файла, а вы уже сами решите, как и для чего их использовать. Также, на мой взгляд, обязательно должны быть исследования универсальной проблемы. Что это за проблема? Стресс. Мы должны знать, как его снизить. Полагаю, на эту тему существует от 50 до 60 различных исследований, и выдержками некоторых из них я с вами сегодня поделюсь. Итак, первое исследование, которое я всем рекомендую всегда держать под рукой, это сравнение между имитированным и спонтанным смехом. Много лет я ждал, когда же появится подобное исследование. Мы всегда говорим, йога смеха — это комплекс упражнений. Фальшивый и настоящий смех не имеют никакой разницы. И я давно предлагал многим ученым. Пожалуйста, возьмите группу людей, которые смеются над комедиями, используя свои когнитивные способности, и сравните их с теми, кто занимается йогой смеха. Сравните, у кого результаты лучше. И знаете что? Именно такое исследование было проведено в Оклендском университете в Новой Зеландии. Они сравнили, насколько фальшивый и искренний смех влияют на сердечно-сосудистую систему. Это было очень важно. Все вы знаете, что стресс — это болезнь номер один в мире. Больше всего людей умирает от болезней сердца, инфарктов, гипертонических кризов, инсультов и так далее. Так что это исследование действительно очень важно. На что вы обращаете внимание, прежде чем ознакомиться с каким-либо научным исследованиям? Во-первых, на то, где оно проводилось. Если это какой-то престижный мировой университет, то очевидно, что оно будет более достоверным. Второе — это где была опубликована работа. Если результаты исследования нигде не публиковались, они, конечно, тоже заслуживают доверия, но все же не такого, как если данные были официально опубликованы. Нужно узнать, в каком году и в каком издании была напечатана та или иная работа. Исследование, о котором я сейчас говорю, было проведено в 2018 году в Университете Окленда, а опубликовал ее журнал «Дополнительные методы лечения в медицине». Вот ссылка на эту статью. В исследовании принимали участие 72 добровольца. Их попросили смеяться в течение трех сеансов по шесть минут каждый. В одной группе люди выполняли упражнения йоги смеха, то есть смеялись искусственно, а другая группа смотрела всякие смешные фильмы. А ученые наблюдали за тем, как меняется сердечный ритм у участников эксперимента. И в итоге у них получился вот такой график. И это совершенно потрясающие результаты. Вот эта сплошная черная линия отображает изменение пульса у тех, кто занимался йогой смеха. А пунктирная показывает сердечный ритм тех, кто смотрел комедии. И посмотрите, насколько велика разница, когда они смеялись. Более того, у первой группы наблюдалось и более значительное снижение пульса после сеансов. То есть, смех не только увеличивал частоту сердечного ритма, но также снижал его вариабельность. Точно такой же эффект возникает и во время упражнений. Пульс учащался, то есть сердце таким образом реагировало на внешние стимулы. Теперь расскажу о еще одном исследовании, которое было проведено в Бангалоре, в Индии, в Свяса, одном из самых известных в мире университетов йоги. Для него было случайным образом отобрано 200 сотрудников из трех IT-компаний. Их разделили на группу йоги смеха и контрольную группу. Сперва ученые измерили уровень кортизола в слюне для определения уровня стресса, а также дыхательных и вегетативных параметров. А самое главное – уровень эмоционального интеллекта, то есть способность к восприятию стресса. Есть такая шкала алекситимии, я чуть попозже расскажу, что это такое. И вот какие получились результаты. Сразу скажу, что быстро снизить частоту сердечных сокращений довольно сложно, но, как видите в этом графике, в группе йоги смеха этого удалось добиться, в отличие от контрольной группы. Теперь кровяное давление. Оно также является показателем стресса. И, как видите, в группе йоги смеха систолическое давление снизилось на 6 процентов, а диастолическое – на 4 процента по сравнению с контрольной группой. А уровень кортизола, а это, напомню, гормон стресса, снизился на 28 процентов. Но справедливости ради скажу, что и в контрольной группе у людей тоже наблюдалось снижение уровня кортизола, но это было связано с проходившим в те дни праздничным фестивалем. В любом случае разница, конечно, получилась весьма существенной. И это то, что мы называем эмоциональным интеллектом. Ваши положительные эмоции растут, а отрицательные, наоборот, снижаются. И, конечно, воспринимаемый стресс – то, как вы его воспринимаете. Стресс бывает у всех, и очень важно то, как вы на него реагируете. Люди, которые чаще смеются, могут гораздо лучше справляться со стрессом. Это как раз противоположность алекситимии, то есть ваша способность правильно выражать свои эмоции. Я вам все это рассказываю, а вы потом уже можете показывать это предпринимателям и корпоративным работникам. Итак, еще одно исследование, которое было проведено в США и опубликовано в 2007 году одной из наших студенток, Джуди Янг. 33 сотрудника, 15 групповых сеансов смеха по 15 минут каждый. И вот результаты до и после. Причем, заметьте, вот эта синяя линия – это результаты уже спустя 60 дней после эксперимента. Я все эти материалы и слайды потом скину вам в PDF, и вы сможете их изучить более подробно. Это все профиль компетентности, то есть то, как повышается ваша эффективность. И вот это вы всегда можете показать корпоративному миру. Они будут знать, что это значит и каково это – положительные эмоции, сопереживание и социальная идентификация. Еще одно исследование провел наш амбассадор из России Митя Ефимов. Он невероятно вовлечен в йогу смеха и провел эксперимент с сотрудниками одной из торговых розничных сетей в Москве. Он заставлял их смеяться как сумасшедших. В исследовании участвовали 60 человек, которые занимались йогой смеха пять раз в неделю по 15-20 минут – утром и вечером. У меня есть видео этих занятий, а вы сейчас можете посмотреть на разницу до и после, насколько сильно изменился их индекс счастья. По этим показателям видно, что у сотрудников после занятий наблюдается улучшение настроения и самочувствия. А вот насколько после занятий вырос уровень оптимизма. Когда люди смеются, они чувствуют себя более уверенно и могут, например, больше продавать. То есть доходы компании вырастают. А это показатель того, насколько расслабленными они себя чувствовали до и после йоги смеха. Этот график свидетельствует о расслабляющем воздействии на испытуемых во время занятий. Итак, это было российское исследование, вы его также можете изучить более детально. Теперь Словения. Это исследование не было опубликовано, но все же подготовлено университетом, бизнес-организацией. Чего больше всего хотят бизнесмены? Оставаться впереди своих конкурентов. Каждая компания должна быть креативной, создавать какие-то новые идеи, новые концепции. Поэтому, если вы не создаете что-то новое, вы не сможете конкурировать с другими компаниями. Поэтому к нам довольно часто обращаются предприниматели. Итак, в этом исследовании в Словении сделали следующее. Они показали, что йога смеха — это способ повысить креативность на предприятиях, в компаниях. С этим исследованием вы тоже сможете ознакомиться более детально. Я сейчас представлю только общую информацию. В общем, они провели исследование с участием 50 человек и выяснили, что те, кто перед выполнением творческого теста занимались йогой смеха, показали на 40% лучшие результаты по сравнению с теми, кто не выполнял упражнений йоги смеха. То есть была контрольная группа, в которой результаты оказались на 40% хуже. Это невероятно. Мы всегда говорим, что в детях креативность развита на 72%, а у взрослых всего на 22%. Но, как оказалось, йога смеха способна существенно повысить этот показатель. И это то, что мы всегда находим на занятиях йогой смеха. Мы можем легко создавать новые упражнения в рамках тренинга. Еще одно исследование, о котором я хочу вам рассказать, тоже очень важное. Оно подтверждает, что одной из самых больших проблем в деловом мире является эмоциональное выгорание. И каким же образом йога смеха может помочь справиться с эмоциональным выгоранием? Это исследование было проведено в 2019 году в Египте, в одном из центров психического здоровья и лечения наркомании. Там добровольцы выполняли упражнения йоги смеха по 30 минут в день в течение одной недели и повторяли их на протяжении трех месяцев. И согласно этому исследованию, в экспериментальной группе средние показатели эмоционального выгорания значительно снизились по сравнению с контрольной группой. Была контрольная группа и была группа, в которой проводились занятия йогой смеха. Я не буду сейчас перечитывать весь текст, но вы можете более детально ознакомиться с этим исследованием. И потом можете показать его кому-то, кто страдает от выгорания, чтобы они поняли, как йога смеха может им помочь. А вот график с результатами. Еще одно исследование, которое очень важно лично для меня, как для врача. Я уже говорил, что тревожность и депрессию очень трудно лечить. По большому счету, те препараты, которые применяются при лечении этих болезней, лекарствами не являются. Они помогают лишь контролировать симптомы тревоги и депрессии. Например, при депрессии в вашем мозге снижается уровень нейромедиатора серотонина, а тревога дополнительно стимулирует вашу симпатическую нервную систему. Транквилизаторы и антидепрессанты помогают лишь смягчить симптомы, а также искусственно создать некий химический баланс. Но настоящее лечение депрессии и тревоги заключается в изменении образа жизни, изменении вашего окружения. Поэтому не лекарства, а психотерапевты помогают людям вернуться к привычному образу жизни. Итак, исследование, о котором я говорю, представляет собой сравнение йоги-смеха с успокаивающими препаратами при заболевании под названием СКР или синдром раздраженного кишечника. Вы, вероятно, слышали о нем, но должен вам сразу сказать, что это неинфекционное заболевание. Синдром раздраженного кишечника – это проявление тревоги, которая очень трудно поддается лечению. Как врач, я знаю, что причины возникновения СРК кроются в сознании человека. Итак, в этом исследовании ученые взяли группу людей, занимающихся йогой-смеха, и группу людей, принимающих успокоительные препараты. Они хотели посмотреть, что из них работает лучше. Сразу должен вам сказать, что успокаивающие препараты имеют множество побочных эффектов. И еще раз обратить ваше внимание на то, что они не могут полностью вылечить человека. Это исследование было проведено в Иране. И надо сказать, что йога-смеха там пользуется невероятной популярностью. Если и есть мусульманская страна, в которой йога-смеха принята самым наилучшим образом, это как раз Иран. Принято считать, что власти этой страны очень консервативны и не позволяют людям смеяться, но это неправда. Причем от 80 до 90 процентов приверженцев йоги-смеха в Иране это женщины. И то, что местное правительство поощряет йогу-смеха, на самом деле очень хорошая новость. Именно поэтому в Тегеранском университете проводится более 10 занятий йогой-смеха. Позже я дам вам все документы, чтобы вы могли в этом убедиться. Итак, это исследование было призвано показать разницу между тем, что может сделать медицина, и тем, что йога-смеха по-прежнему является лучшим лекарством. Что же они сделали? Они провели исследование на 60 пациентах с синдромом раздраженного кишечника. И выяснили, что СРК значительно снизился в группе йоги-смеха по сравнению с группой, в которой применялись успокоительные. А вот график исследования до и после. В одном столбце показатели пациентов, которые занимались йогой, а во втором – тех, кто принимал седативные препараты. Разница просто потрясающая. И это исследование – яркое подтверждение тому, что смех действительно является лучшим лекарством. И он может помочь очень многим людям, особенно в период психической пандемии, о которой я сегодня уже говорил. И речь идет не только о депрессии, но и о тревожности. Следующее исследование, о котором я хочу с вами поговорить, было проведено в Корее. Мы всегда говорим о важности измерения уровня серотонина при депрессии. Это единственное исследование, которое я смог найти, где специалисты измерили уровень серотонина, депрессии и качество жизни у женщин среднего возраста в Корее. На английском языке, увы, не так много подробностей, но я нашел небольшой абзац на английском из этого исследования. У меня есть графики, вот они. Если присмотреться повнимательнее, то можно выделить три уровня депрессии – легкую, умеренную и тяжелую. Времени вдаваться в подробности у меня сейчас, к сожалению, нет, так что быстренько пробегитесь глазами по этим цифрам. Если коротко, то определенно даже при тяжелой депрессии уровень серотонина повышается. Кстати, еще один повод посмеяться. Сделайте долгий вдох и посмейтесь вместе со мной. Нет, ничего лучше йоги смеха. Еще глубокий вдох. Хорошо. Когда вы говорите, что йога смеха – это комплекс упражнений, с какими обычно упражнениями вы ее сравниваете. Вот как раз одно из исследований, в котором специалисты сравнили йогу смеха с физическими упражнениями, укрепляющими мышцы живота. Что лучше, йога смеха или упражнения для пресса? Угадайте, что? Йога смеха. В Германии провели очень серьезное исследование по этому поводу. Вообще, немцы в этом плане большие молодцы и всегда ко всему подходят очень основательно. Это исследование было опубликовано и, согласно ему, во время выполнения, например, скручиваний, внутренние косые мышцы живота у человека не задействованы. А вот йога смеха помогает включить их в этот процесс, причем достаточно глубоко, и укрепляет пресс. Так что смех может обеспечить вам шесть кубиков на животе, а может быть даже и все восемь. Посмотрите на график. В средней колонке – результаты йоги смеха, а в правой – обычных упражнений. Видите, здесь пусто, 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 мышцы практически не задействованы. А вот показатели йоги смеха, и здесь, как видим, задействованы все виды мышц. Невероятная активность. А вот еще одно исследование, которое провела Селеста. Она, кстати, сейчас находится на нашей видеоконференции. Селеста – преподаватель йоги смеха и наш амбассадор из США. Она провела очень важное исследование, взяв за основу программу упражнений йоги смеха для пожилых людей, которые живут в домах престарелых. Все мы знаем, что с наступлением солидного возраста человеку особенно важно продолжать заниматься физическими упражнениями, чтобы оставаться здоровыми. Но, к сожалению, многим пожилым это не под силу. У них, как правило, нет мотивации регулярно выполнять упражнения, поэтому они сдаются или делают это без всякого энтузиазма. Помню, я как-то раз приехал в Гонконг и решил посетить местный пансионат для престарелых. И там людей заставляли просто поднимать руки, и они делали это, ну, совсем без интереса. А вот в соседней комнате проводились занятия йогой смеха. Там было примерно 60-70 человек, и они делали это невероятно воодушевленно. И это исследование показало, что если вы сочетаете физические упражнения со смехом, люди становятся более мотивированными, чтобы продолжать заниматься. Таким образом, йога смеха может сделать любую программу упражнений более интересной, чтобы у людей появилось больше мотивации. Следующее важное исследование было проведено в Словении. Мы уже сегодня говорили с вами о резком росте сердечно-сосудистых заболеваний, но существует еще одна большая проблема. Это диабет. Миллионы людей страдают от недостаточного уровня сахара в крови. И это исследование показало, что йога смеха снижает чувство голода, а также значительно улучшает контроль сахара после приема пищи. Итак, это университет Морибора, и повторюсь, исследование очень важное, когда мы говорим о людях, страдающих диабетом. Но имейте в виду, что мы не обещаем, что йога смеха может полностью их вылечить, но она поможет гораздо лучше контролировать уровень сахара в крови. Вот что выяснилось. Здесь можно увидеть, как у людей меняется настроение и уровень стресса до и после йоги смеха. А здесь средний уровень глюкозы у диабетиков. Посмотрите, насколько он снизился благодаря йоге смеха, причем даже без приема медикаментов, с 9,6 до 7,9. А вот показатели среднего уровня глюкозы в крови натощак. Тоже невероятная разница. Вау. Японцам тоже не до смеха. Что бы они ни делали, они всегда подходят ко всему со всей серьезностью. И в этом исследовании с пожилыми людьми они обнаружили, что упражнения йоги смеха помогают снизить массу тела, уровень холестерина, гемоглобина и триглицеридов. Кроме того, согласно их выводам, йога смеха позволяет контролировать уровень сахара в крови, а также помогает увеличить плотность костной ткани. С возрастом кости человека становятся хрупкими и подверженными остеопорозу. А йога смеха помогает укрепить кости, а также контролировать уровень сахара в крови и липопротеидов, таких как холестерин и триглицериды. Как вам такое? Поэтому я советую и это исследование всегда держать под рукой и рассказывать всем о плотности костной ткани. Также с возрастом нужно принимать больше кальция и витамина D, чтобы кости были покрепче. Но наряду с ними не забывайте и про йогу смеха. Теперь хочу поговорить о еще одной важной проблеме. Это слабоумие и болезнь Альцгеймера. На эту тему есть еще одно исследование из Японии, в котором говорится, что йога смеха помогает замедлить нарушение когнитивных функций головного мозга и фактически замедлить процесс деменции, а следовательно улучшить качество жизни пожилых пациентов с болезнью Альцгеймера или деменцией. Только взгляните на эти цифры. Систолическое давление после занятий йогой смеха снизилось у людей со ста двадцати восьми с половиной до почти ста девятнадцати. Напряженность мышц снизилась больше, чем вдвое, а уровень стресса упал больше, чем на шестьдесят процентов. Вот еще несколько данных, взгляните. После презентации я отправлю вам более детальные материалы по этому исследованию. Еще одно исследование, о котором вы должны знать, мы назвали его палочки для еды. На наших занятиях по йоге смеха мы учим людей, что если, например, держать в зубах карандаш или палочку для еды, возникает так называемая обратная связь с лицевыми мышцами. То есть, если принудительно изменить выражение лица, то изменится и сознание. Исследование, о котором я говорю, было проведено в Германии. Например, если просто держать палочку вертикально, не растягивая губы, то мозг никак не будет на это реагировать. Все результаты этого исследования у меня тоже есть. Ну что ж, я хочу поблагодарить всех за внимание. Было непросто, потому что немного загрузил вас цифрами. Но то, что я сегодня вам рассказал, на самом деле лишь верхушка айсберга. Как и говорил, я предоставлю PDF-файл со всеми материалами. Также я намерен и дальше продолжать поиски новых исследований, и планирую найти еще более 200 научных работ со всего мира и упростить их. Огромное всем спасибо.